Приветствую вас ребятки, сегодня мы наконец начнем, мол вот у вас второй проходить, да, ну перед запуском я бы хотел поблагодарить Сергея Сорокина, да, за то что он мне подарил такую классную игруху в стиме, то есть вообще закачаешься, большое, огромное спасибо, причем он мне ее подарил практически в день выхода игры, да, она вышла по-моему 24 вечера, во всяком случае я видел как уже там кто-то стримил ее даже, да, а он мне ее уже 25 как бы и подарил утром, но к сожалению возможности еще поиграть у меня не было, вот только сегодня появилась сегодня я собственно ее и залью, ну в настройках что, я, да, кстати опять-таки обидно, что почему-то нету опять русской озвучки, то есть только субтитры русские, блин, я думал хоть вторую часть уже сделают озвучку, но просто неудобно, да, то есть погрузиться в атмосферу хоррора, когда ты все время читаешь так, да, мы все поставили на высокое, очень высокое, вроде бы все поставили на максимум, все что можно было, да ну давайте собственно новую игру, психа, короче, ставить я не буду, потому что псих, да, это предельный опыт и если ты умираешь, то надо начинать все сначала, поэтому психа ставить я не буду, поставим кошмарную, да, кошмарная это тоже, наверное, слишком высокая сложность, скорее всего у меня будет дико бомбить, но по-другому я не умею, я люблю проходить игры именно на максимальном уровне сложности, так все-таки интереснее и веселее, я думаю, что и вы согласитесь, ребятки, да игра Outlast 2 содержит сцены тяжкого насилия, изображения крови, графический сексуальный контент и ругательство, наслаждайтесь неплохой прикол, да, кстати, наверное, все слышали, да, что они там даже фирма, это Red Barrels, да, начал выпускать такие специальные памперсы, да, то есть для игроков Outlast 2 я, правда, не помню, какая там цена была на них, к сожалению, да, но сам прикол просто, да, то, что эти специальные памперсы сделали ну, конечно, это все больше как шуточки, да, потому что, в принципе, игра-то страшная, я не спорю, даже в первой части было пару моментов, когда действительно было реально страшно, реально не по себе но прям до такого, чтобы обделаться, мне кажется, это перебор, значит, давайте почитаем, Линн Лангерман занимается журналистским расследованием убийства беременной женщины произошедшего при невероятных обстоятельствах в одной из деревень Аризоны, вы, Блейк Линн Лангерман, ее муж, помощник и оператор, снимайте все, что видите, ни один из вас не умеет драться, чтобы справиться с ужасами, ожидающимися у вас в пустыне, единственный вариант, и бежать, прятаться или умереть да, вот, блин, напрягает прикол то, что нельзя драться, то есть, хотя бы там даже отталкивать противника, да, там, как-то отбегать пожалуйста, Блейк где ты? мне страшно он идет пожалуйста, Блейк, он здесь, пожалуйста, Блейк, отстаньте, быстро, ах господи, Блейк, ты действительно спишь? я не сплю тебе стоило поспать прошлой ночью мне нужно было организовать съемку в той больнице ты произносил имя какой-то другой женщины что? когда ты спал? кажется, Джессика ты знаешь, какую тут Джессику? о, нет, то есть мне снилось Джессика Грей из моего детства ах, да, я не вспоминал о ней уже очень давно мы пересекаем храницу резервации, ты сказал, нужно искать что-то вроде завода? ага можем попробовать, но тут ничего нет тут вообще ничего нет Меркурий в крови той женщины она должна была провести не меньше десяти лет рядом с каким-то большим заводом ну как скажешь, ты мне за это платишь нам нужно записать вступление, когда мы будем на месте, это важно для монтажа, конечно я не могу регулировать диафрагму, когда мне эта штука звук будет ужасным, нам придется а, очки спали, очки, там будут извините, ребята, левая панель плоховато реагирует, но все в порядке это было круто сделай мне максимально обширный пейзаж кстати, приближать можно так близко хорошо я Лин Лангерман с новостями для завтра.нет мы пролетаем над резервацией индейцев в Хавасупае в Центральной Аризоне мы ищем информацию слушай, Лин не думаю, что стоит говорить жертву убийства мы не знаем это наверняка лучше сказать, что она сама себя задушила ну так написано в полицейском отчете мы можем поставить это перед интервью с доктором если это попадет в первые 30 минут блин, не успеваю просто думаю, нам тоже стоит упомянуть о плоде то есть о том, как он здесь дай попробовать версию, которую мы сможем использовать в качестве вступления для любого репортажа хорошо, можно две недели назад была найдена молодая боссая беременная женщина которая в одиночку привела по пустынному участку шоссе в сотнях километров от ближайшего ой мы потеряли двигатель блин, блин ой, тетя, тетя, ты ж держись ну че ты в самом начале-то уже выпрыгиваешь о боже, о боже 300 метров, 240, 150, 100 пожалуйста, Блейк, я не хочу не отпускай, Лин ой outlast 2 а а а да блин, слишком и я быстро читаю, думаю, вы согласитесь и зацените, да то есть вот реально, я есть быстро читал и при этом я реально просто не успевал за диалогами то есть все прочитывать то есть блин, реально косяки ну, такие игры просто необходимо озвучивать я не понимаю как так-то то есть, как можно было не озвучить Это ж полный бред. Так, кстати, прикольно игра начинается, да? Я думал, сразу же мы начнём с крушения, а мы начинаем в какой-то школе. Видим распятого Иисуса. Необычно так, да? Какой-то виденец, вот шкафчик открылся. Кстати, графон вроде бы такой же, как в первом от власти, да? В принципе, особо без изменений, но в то же время он какой-то более приятный такой, да? Более красивый. И попрекальнее осталось всё-таки, как ни крути. Я вроде бы слышал, что можно будет даже в этой второй части перевязывать раны, там, да? То есть будут разные новые фишки, нововведения, и будет более обширная территория, да, там, для исследований. Ну, видим тут какого-то мальчика, девочку, мальчика вместе с двумя девочками, и медаль Джессики, первое место в ферст-плейс, да? Как бы вот. Кстати, почему-то нельзя, кью я нажимаю, почему-то нельзя выглядывать, хотя в управлении я смотрел, что можно. Может быть, просто в введениях нельзя. Но оптимизация вроде бы хорошая, вроде бы никто не жаловался. Я так думаю, что эта игра может быть даже на моём бы старом компе пошла бы, просто может быть не на ультрах бы, да? Но пошла бы. И это, конечно, здорово-здорово, когда игру хорошо оптимизируют, когда она не тормозит, да? А то бывает игру даже с такой же графикой выпустят, но при этом будут тормоза. Вот видим карту. Нью-Йорк, вон там, Миссури, Канзас, Оклахома. Да, печально, что я даже не всё успел прочитывать. Так что, в общем, нашли труп беременной женщины, и что-то у неё там было ещё с плодом, да? То есть, что нам рассказать не успели. Ну, а мы разбились, то есть, это всё банально, да? Шаблонно мы разбиваемся, я так понимаю... Будем пытаться теперь выбраться... Ой, а что мне делать? Мы тут не одни, идёт сохранение. Ну, в принципе, это было не страшно, не знаю, как вы, я реально не испугался, не хочу хвастаться, но что-то меня это не напугало вообще. О, рука классно сделана, смотрите, какая рука, да? Реально, реалистично очень, так, покоцанная, прям видно. Да, и там вроде бы будет реально такая фишка, что ты, типа, без очков вообще нифига не видишь, и будут такие моменты, когда у тебя будут очки слетать, да? Тебе их надо будет находить, то есть, классно сделали. А коснитесь левой кнопки мышки несколько раз. Да, руки вообще классно сделаны, не, блин, ну, в первой части было хуже, это сто процентов. Прям реально видно, что порепаные руки, да, там, как у строителя, да, вот когда ты перфоратором, там, где-то долбишь бетонную стену какую-нибудь, да? Чёрт. А он вертолёт, да? Лин? Лин? Задачу всегда можно увидеть, нажав в таб. Задача найти Лин. Посмотреть запись. О, прикольно, зацените, можно, можно записи смотреть, да? История Джейн, часть 1, часть 2. Классно, классно. А как камеру включить? Ага. То есть, так же, как в первой части, ты правую кнопку нажимаешь, у тебя идёт камера. Ну, ладно, не будем сжечь батарею, да? Кстати, сколько у нас батареек? Не показывает что-то, ну ладно. Так, а как, а как нам куда вообще идти, я чё-то, честно говоря? Ага, понятно, надо спускаться. Вообще-то не совсем понимаю, куда именно нам бы идти. А, ну явно, явно туда, да, потому что там мы разобьёмся. А фонарик тоже есть, да? Ну да, да, да. Ладно, в натуре не будем, не будем сжечь батарею, ну его в баню. Да, вот это мне, как по мне, это даже то, чего не хватает, аутласту, да? Вот именно умение отбиваться. Я не говорю о том, чтобы сделать из аутуаста какой-то дэдспейс, да, там, чтобы перепрыгнуть провал, нажмите спейс, двигаясь вперёд. Да, я не говорю об этом сейчас, то есть, ну просто было бы круто, я считаю, если бы, можно было бы хотя бы там, допустим, оттолкнуть противника, да? Да, дать ему удар кулаком какой-нибудь банальный, да? Я не знаю, там, вооружиться какой-нибудь лопатой. Ну согласитесь, то есть, одно дело, когда ты просто прячешься, а другое дело, когда у тебя уже жизнь висит на волоске. Так, чтобы забраться на выступ, двигайтесь на его направление. Ага. Влево или вправо. Ну понятно, это было ещё в первой части, да. А чтобы спуститься с выступа, нажмите контрол влево, ага. Ну да, а другое дело, когда тебя уже прижали, да, вот к углу прямо тебя окружили, и, ну, смысл тебе просто тупо стоять и обсыкаться, да? Надо отбиваться, ты же не тють, а ты же мужик, как ни крути, а? Вот как в пенумбре было, да, там вроде бы боёв по сути не было, но... То есть, можно было отбиваться, в крайнем случае, и даже иногда можно было отбиться. Пускай ей очень тяжело, это давалось, конечно. Важные события должны быть сняты на видео. Нажмите правую, чтобы навести камеру. Запись начнётся автоматически, о чём свидетельствует мигающий ред. Когда мигает символ рек, это значит, что вы правильно навели камеру на снимающее событие. Наведи камеру на событие и дождитесь, пока красный кружок не заполнится. Чтобы успешно снять момент, нажмите, чтобы продолжить. Ага. Просматривайте снятое видео, чтобы узнать больше о событиях и целях для доступа в меню камеры. Ну вот, да, посмотреть записи, вода, крушение, то есть можно это всё снимать. Ну, прикольненько, прикольненько новое введение, да. Ноги видно опять. Ну, правда, да, опять-таки, вот так же, как в первой части, оно осталось, видите. Я вот, допустим, сейчас вишу над землёй практически, трава никак не мнётся. Ну, это всё мелочи, на самом деле. Вот дерьмо. Господи, это... Тело нет, её здесь нет. Лин, Лин. Ну, тут, наверное, не надо было бы даже переводить, да. О, смотрите, ребята, я чё-то нашёл! Поднять бинт. Чтобы узнать количество имеющихся бинтов, нажмите таб. Ага, всё, короче говоря, в табе. Смотрите, посмотрите на свой правый команд, чтобы использовать бинты. А, блин, а, смотри, а. А нам надо подлечиться, да? Вы сейчас... А, вам сейчас не нужно использовать бинт. Ага, я понял. То есть, это реально спёрли из Alone in the Dark, да? Я не знаю, как в каких частях, но вот в Alone in the Dark у последние черты, которые я проходил, единственное, из серии Alone in the Dark, да? Кстати, классная игруха, всем рекомендую. Там прям вот такой же инвентарь был. Ты тоже включал, видно было прямо, что у тебя в карманах, да? То есть, вот прям точь-в-точь была фишка, видно прямо, что в карманах. И, короче, тоже так бинты доставал, там разные самодельные оружия там себе делал, да? То есть, как бы вот. Ну, в принципе, все игры это и есть, по большей степени, по большей степени сплошной плагиат, да? Ёкарный бабай. Ох, чтоб меня, чёрт, 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 чёрт. Может, это снять надо, как думаете? Это случилось не приключение, чёрт. Ну, понятно, не приключение. Чувака привязали к дереву и... Лин. Да, кстати, видите, прям так сразу с корабля на бал. По-моему, в первой части вот ласта и то так дольше нас подержали, да? А тут уже прям сразу распятое какое-то тело. Да, прикиньте, конечно, в реале такое увидеть, да? А вот можно снять, да. Заполняется. Блин, у меня так батарейка надолго не продержится, я вот чё, боюсь просто, понимаете, да? Кстати, как долго заполняется, а батарея, по идее, садится. А, или батарея, по идее, садится только, когда мы, допустим, это самое, да? Играть клавиши пробел. Пилот. Я даже не помню его имени. Каким нужно быть человеком, чтобы создать кожу с живого? Святой Иисусе Лин. А, так смотрите. То есть мы можем там какие-то комментарии просматривать. Так, может быть, тогда давайте посмотрим и крушение. Может, что-то интересное будет? Её тут не было. Тело не было среди обломков. Она ещё может быть жива. То есть видите, как круто, да? А ну давайте это посмотрим, может быть. Аня. Тут она просто рассказывает то, что мы снимали, и при этом... Ну да, и при этом, короче говоря, понятно. Ну давайте просто проклацаем, чтобы у нас этих значков воскресания не было, да? Ну вообще прикольно, да? Стильно так сделано. То есть ты реально прям чувствуешь, что у тебя есть камера. Ты можешь вон записи просматривать. То есть прикольно. Единственное, что жалко, что ты, допустим, не можешь снимать тупо всё, что ты хочешь, да? А только там какие-то определённые места. Так это, оказывается, ещё и пилот. Представляете, ребята? С него живём, содрали кожу, вообще жуть, а? Так, ну вариантов у нас нет, там только надо идти в эту тёмную пещеру, судя по всему, да? Блин, батарейки у нас вообще нету. Мне, кстати, это прикол немножко напрягает. Интересно, сколько здесь держится батарейка на кошмарном уровне сложности, да? Потому что... А вот, садится уже. Блин, печаль вообще, а? Не, вот это вот старый добрый аутласт, вот за это мы его, конечно, любим. Я уже обсираюсь, да? Потому что нифига не видно, боюсь уже за батарейки, да? Альт, короче, это оглянуться, быстро оглянуться. Ага. О, мы опять что-то снимаем, как... Город, слава богу, я думал, мы во многих километрах от цивилизации. Всё, готово. Так, давайте нажмём, просмотрим запись. Давай. Тут не должно быть ничего на миле вокруг, но... Я тут был не один, чёрт, я тут был не один. Ну, когда я просто камерой пользуюсь, да, батарейка не садится, я уже вспомнил. Ну, во всяком случае, в первой части аутласта было так, да? А когда уже используешься именно... Ночным видимим, то садится. Единственное, непонятно, помните, раньше была такая полоска, и было там, допустим, видно, у тебя одна, две батарейки, да? Можно было максимум две батарейки, по-моему, носить. А сейчас почему-то этого нет. Ну, батарейка, кстати, реально быстро садится, согласитесь, мы только включили ночное видение, она сразу начала садиться. А сколько мы там ей попользовались, да, буквально? Может, я реально зря взял эту кошмарную сложность? Ну, придурок, я всё время беру кошмарную сложность, а потом думаю, а зачем я её, собственно, взял? Так, чтобы перескочить через что-либо, нажмите Space, двигаясь в его направлении. Ну, понятно. Ну, кстати, погодный эффект так неплохо сделан, да? Как ветерок, типа, такой. Мельница, это крутится от него. Причём, да, видите, ветер стих, и мельница перестала крутиться. Прикольненько, прикольненько. Ну, вот, вилы, уже есть вилы, да? Можно вилами вооружиться, это уже что-то. Здорово? Эй, я заблудился и ранен. Ага. У них тут всё шторм и заставлено, да? Заперто. Так, ну, отсюда нам явно нигде не зайти. Оттуда тоже, я так понимаю. Вы слышали, да, ребят? Вроде кто-то рычал, а потом вроде бы чьи-то шаги. О, можно уже выглядывать, это радует. Батарея садится. Ну, в дом, короче, вроде бы никак не пройти. Я вроде бы всё осмотрел, что можно было. Да, читерых слышно. Да, кстати, говоря, говорили, что вроде бы даже будут отсылки к первой части. Аут вас-то, да? Я хочу всё по максимуму усматривать, потому что я всё-таки хочу находить какие-то вещички полезные, да? Может быть, если тут побродить, побродить, может быть, найдём те же самые там какие-то батарейки или что-то вроде того. Как бы вот. Есть кто-нибудь там? Пожалуйста. Пожалуйста. Ага, можно перезагрузить батарейку. Эй, приятель. О, черт. О, черт. О, черт. Это просто произошло. Так, моя дорогая Элли. О, кстати, текст так прикольно написан, да? Я не могу вынести того, что мы сделали. Я не могу быть вдалеке от наших малышей, поэтому я решил покончить с жизнью. И надеюсь, ты простишь меня за то, что я оставлю тебя одну. И да простит мне, Господь, этот последний грех. Я знаю, что мы должны были принести их в жертву, но моя душа разрывается, и я больше не хочу жить. К счастью, конец близок, и мы сможем снова быть вместе. Если только Господь не обречёт меня гореть вечно за этот грех. Пока же, я надеюсь, что в руках папы Нота ты нашла утешение, которое нужно каждой женщине. Навеки твой том. А, а забрать нельзя с собой, да? Забрай, Лин. Ничего не важно, но Лин. А, оно у меня записано, я понял. Ага, да, то есть понятно, то есть ты находишь записки, потом тоже в камере их можешь считать. Понятно. Ладно, пока не будем, пока не будем камеру перезагружать, да? Картофан у них здесь. О, самогоночка, уважаю. Ладно, давайте перезагрузим, никуда не денешься. А сколько у меня батареек-то, как узнать, непонятно вообще, заценить. То есть вообще не пишет, да, сколько у тебя батареек, сколько чего. Ёпта. Понятно. Ну да, вообще не пишет, просто сколько батареек, обратите внимание, да? Непонятно, а как узнать? Ужец и отец-вужицо, ужец и отец-вужицо. Кто? Так вот еще какая-то дверь. Ага, она что-то не юзается. Так, ну тут вроде бы можно, чтобы заглянуть, удерживать и Е или Кью. Так. Да уж, ну и местечко. Тоже не открывается дверь. Нельзя в окошко, да, запрыгнуть? Плотва дохлая, да? Жесть вообще. Они тут, блин, жертвоприношение плотвы сделали, представляете, ребята? О, это тубзик, да? Не, это холодильник. Блин, меня что-то самое большее пока что напрягает, что я до сих пор не находил батарейки, непонятно, как их вообще найти. А, вот тут, по-моему, у меня была какая-то штука, это, наверное, была батарейка. Наверное, здесь у меня батарейки лежат, здесь бинты, да. У меня, по-моему, была одна батарейка, и мы ее вот использовали, так что, чуваки, надо... Надо быть экономнее. Да, ребята, жесть, что здесь творится, конечно. Да, можно удерживать, чтобы открыть медленно, ну, короче говоря, как в первом, он его тласять, опять-таки. Зачем он стучит в дверь, и так, что ли, непонятно, что здесь дебилы живут, что ли? Какой-то странный немножко чувачок тоже такой, да? Прямо скажем. Блин, я, честно, уже хочу, чтобы меня сохранило. Да, вот этот вот чувак без одного глаза, это, типа, будет самый главный его злодей, я вроде бы слышал. Дорогой отец, наш возлюбленный бог продолжает благословлять мои видения, и я уверен больше, чем когда бы то ни было, что наш враг с каждым днем все ближе. Я отмывала полы в комнате Даниэля, когда в меня вошла благословенная музыка и направила меня на путь истинный, где я увидела создание, похожее на горящее солнце, со внутренними рядами зубов на зубах, свисающими ниже ног, которые я приняла за руки, но которые были членами, готовыми к зачатию, и это чудовищное солнце сошло вниз, трахнуло землю и дало жизнь великому и горбатому ужасу из огня. Я была наполнена тем же страхом, таким сильным, что я не могла дышать и двигаться, и увидела, как много лет назад ослепляла Даниэля щелочью, и попыталась поплакать, но не смогла, и когда проснулась, то была мокрой от похоти, болезненно желающая ощутить в себе мужчину, и это чувство было очень похоже на страх. Я попыталась успокоить себя наставлением ужас, похож на радость и движение Бога, но мне бы больше помогло ощущение твоего мужского начала во мне, и неистовая молитва в том, чтобы антихрист задохнулся в моем чреве. Самая верная из твоего стада в священном вожелании Лиза. Господи. То есть теперь, видите, уже продвинулась техника, мы теперь записки не подбираем, как первая часть, а вот Ласта, да, просто фотографируем, типа, скриншот делаем, да. О, вы можете спрятаться под кроватью, а как? Как спрятаться-то, ёпты. А, прикольно, то есть теперь не надо кнопку нажимать, да, ты теперь реально прячешься под кроватью, да? Прикольно, ты теперь реально нажимаешь, у тебя прыгнутся, и он прячется. Круто, круто. В шкафу можно спрятаться. Так, ну это все круто. Батареек, блин, печально, я так и не нахожу. Меня это очень, если честно говоря, расстраивает, ребята, потому что... Начало игры, хотелось бы запастись хоть чем-нибудь, да? А вместо этого у нас только осталась одна батарейка, и фигула знает, насколько ее хватит. А, надо его именно с этим снимать. Ладно. Да, страшные вещи, конечно. Стена трагедии, скрючая проволока, я чувствовал напряжение кожи, и кто-то смотрел на меня. Так, взять тут ничего нельзя. Чтобы открыть окно, нажмите мышку. Ёпта! Грёбаные вороны, а! Кстати, вот это я реально пересрал. Прикольно, можно открывать-закрывать. Давайте закроем от греха подальше, да? На некоторых дверях есть засовы, которые можно использовать, чтобы заблокировать или разблокировать дверь. Сейчас она заблокирована, понятно. Кто-то курочку кушал. Да, ну опять-таки, видите, нету ни батареек, нифига, меня это реально напрягает. О! Батарейка! Ну да, видите, я теперь нажимаю тап. Да, вот, видите, использовать батарейку. Вот, я так понимаю, около трех можно, наверное, с собой носить, да, во всяком случае, как посмотреть на... На эту фигню, да? О, идёт сохранение, отлично. Фух, ребята, ещё немножко, наверное, поиграем, и ну его в баню, а то у меня крыша едет от этой игры. Как, собственно, было и в первой части. Вот, знаете, вот, блин, как-то не скажешь, что игра ведь страшная, да? Ну, на самом-то деле. Тем более, сейчас, пока что нас вообще же не пугают. Но вот, какое-то напряжение, вот такое вот, они так делают атмосферу классно, да? Что вот, прям, реально, вот, напряжение висит в воздухе, прям, хоть ножом его режь. Вот, там, в кустах бродить. Меня очень напрягает то, что батарейка садится просто капец, как быстро, ребята, да? Сатана Симикоудей. Сатана, что-то там, бог. То есть, ты реально включаешь этот фонарик, его хватает там реально, ну на сколько, да? На понты, абсолютно. Офигеть. Фу, блин, там эти, да? А, это мотыльки, да? Еще прикольный эффект, да? То, что он мух отгоняет. Так, что у нас здесь? Песнь по ветухе. Да, елки-палки. Давай, давай, песнь по ветухе, да? Пускай, чтобы у нас не было этого знака воскресания. Я слышал, да, что-то будет что-то религиозное, типа такое, да? Офигеть, да, тела, типа, так разложили. Почему-то детские тела. Ну да. Боже. Да, типа, видите, тень Христа, как будто на них падает. Да, тела маленькие, явно детские. Офигеть. Фух. Не, ну реально, с такими перспективами, чуваки, у меня батарейки надолго вообще не хватит, да? У меня, зацените, только одна батарейка есть, и вот уже это практически съело. То есть, ну, блин, реально. Куда это годится? Чтобы ползти, нажмите С. Идет сохранение. Фух. Ну, согласитесь, да, сколько я там попользовался этой камерой, и уже капец. В книге жизни убитого искупителя. Кто это говорит? Только включаешь ночное видение, и все, и, короче, хана. Кривым ножом легион сковал цепями каждого человека. Если бы у каждого было ухо, у того, кто привел к неволе. Если бы у каждого было ухо. Крещение лезвия для пучеглазого барашка. Рассыпатель дурных семян. Сочтится ложный райский страх. Зверь роняет семена в сумасшедшем городе. Из рая за морями родились медведь и лев, дракон, леопард. Блин, богохульнические семь рогов пастыря горчичных побегов, или что там? А, горчичных побегов. Вот терпение и вера святых. Убитый искупитель, основа мира. Ребята, дайте мне батарейку. И боль, запятанная народом меча. Ёб твою... Так вы поняли, в чем прикол? А что мне делать надо было? Я же даже не успел вообще дуплиться, чтобы куда-то убежать, да? Это же просто жуть какая-то. Обмануты тех, кто остались на земле. Ее в тумане не видно, нифига, эту дуру. Я просто даже не знаю, куда мне убегать, когда я ее увижу. Тут-то туда, куда-то, да? И он может быть укреплены. Обмануты тех, кто остался на земле. Смирает вода. Смирает пламя, солнце. Так, озерная падаль, там бы не успел. Ты в чем прикол, а? Ее не видно уже. Блин, я боюсь тупить, чуваки, но мне что-то я офигенно страшно, говорю честно. Вот сейчас мне офигенно страшно. И я просто не могу понять, что делать-то. Прятаться вроде бы от нее просто негде, да? Здесь нету никаких незапертых дверей, ничего. Может, типа, я вернусь, а я уже нету, как думаете? Ну, офигенно она меня убила, да? Проткнула, а потом по яйцам, топором. Это ж вообще жуть такая, а это ж... Она что, беспределом, что ли, занимается или... Или что? Тетя Мотия это. Ну, кстати, вот здесь вот реалистично, что герой не отбивается. Вот скажу честно, если бы я увидел бы такую тетку, да? Я бы тоже, скорее всего, обосрался бы и просто бы убегал. А, ну да, ее вроде бы больше нету, это радует. Хотя, в целом, надо быть насторожая. Ёкарный бабай, позакрывали все, дебилы, а? Не пройти, не проехать. А, окошечко. Закрой окошко, ну вы нафиг. Разблокировать. Нет, не, пускай будет заблокирован он его в баню. О, винтик. Угу. А, так тут, в принципе, делать нечего, че. Ну. Чисто бинт нашли, и все. Ой. У меня еще музыка эта, это вообще реально, просто крыша едет. Оно и так, ссык от нас, этой музыкой вообще жуть. В общем, понятно, надо вот в эту дырку. Идет сохранение. А, что там было, блин? Я просто только звук услышал стрёмно, и все. Фух, ребята, блин, а? Просто от звука шуганулся, и сразу же пролез. Я даже, честно говоря, не понял. Ну, наверное, эта тетка опять бежала, а там хотела меня опять кастрировать. Ладно, чуваки, что-то, блин, реально... Я больше не могу, вот, честно, надо отдохнуть. Я вообще обещал, что буду, блин... Вы слышите? Я вообще обещал, что буду прям без пауз пилить, пилить эти видосы, не отвлекаться даже на ведьмака с готикой, но... Я чувствую, что я банально не смогу. А, это я. Да, это я по стену хожу, блин, фух. Все нормально. Я просто, наверное, банально не смогу, мне не хватит нервишек, да? Я слишком, наверное, мягко тело для этой игры. Фух. Ну, ладно, честно скажу, игра меня приятно удивила. Я, конечно, так и думал, что будет страшно, все дела, но не думал, что настолько, то есть только начало игры, уже, посмотрите, как все закручено, да, круто. Да скольки атмосферно, да скольки страшно. Вообще закачаешься. Есть уже новые фишки, новое введение, да? У меня бинтов... Кстати, бинтов у меня по максимуму. Ну, единственное, что сюжет банальный, да? Как всегда, кто-то кого-то ищет, да? Там, в ведьмаке, в ведьмак ищет Цири. В флауте то отец ищет сына, то сын отца, да? И вот теперь здесь мы ищем нашу жену. Такие дела. Ну, да ладно, это все мелочи. Короче говоря, чуваки, на этом все. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.